МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Курган.ру В студии Павел Баев. Коротко о главных событиях. Именитые столичные журналисты провели образовательный практикум для зауральских СМИ, обсуждали сочетание критики и позитива. Новые ФАПы в Щучанском районе. Какие еще изменения ждут сельчан после визита в Рио-Губернатора? Началась основная волна сдачи ЕГЭ. 13 тысяч зауральских старшеклассников сдают выпускные экзамены. В Кургане высадился московский десант. В него вошли первые лица Союза журналистов России, члены Общественной палаты Российской Федерации и сотрудники крупнейших средств массовой информации страны. Зачем они посетили провинцию? Ответ узнаете прямо сейчас. В Кургане Союз журналистов России провел образовательный практикум. Название «Инфорум». Цель – объединить местных журналистов и помочь им ощутить свою силу. Там, где журналисты собираются, обсуждают, встречаются с губернатором, с властью, задают вопросы, учатся. Там все развивается лучше, не только СМИ, но и общественные отношения, экономика в конечном итоге. На форум Союз журналистов привез авторитетных спикеров. Они доказали, что от доверия между СМИ, властью и обществом выигрывают все. Рассказали, как в эпоху интернета можно сохранить читателей и увеличить тираж бумажных газет. Как выгодно продавать рекламу, как оперативно сообщать о событиях и проверять информацию перед публикацией, чтобы не нарушить законодательство и многое другое. Это все интересно. Интересный даже просто эмоциональный обмен, не говоря уже о том, что есть знания, которых всегда не хватает, поскольку все обновляется, и мы часто не успеваем за тем, что происходит в нашей среде. Именно здесь мы можем найти какую-то истину на сегодняшний день. Форум журналистов посетил в Рео губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он заявил, что перед властью СМИ стоит общая задача – улучшение жизни общества. Государственный муниципальный служащик Курганской области – десятки тысяч. Сотрудники, управляющие компании в регионе – десятки тысяч. Люди, которые должны работать вместе с нами на выполнении тех задач, которые мы ставим – сотни тысяч. Но как я без вас объясню эти вещи? По мнению губернатора, критиковать чиновников, коммунальщиков, перевозчиков и другие службы жизнеобеспечения населения можно и нужно, но также следует освещать и позитивные изменения в обществе. Мы чистим город и реки, вот вы видите, да? Но надо объяснять, что нельзя мусорить. Но ведь чисто не там, где убирают мусор, там, где не мусорят. Надо объяснять это каждый день. Надо показывать позитивные примеры, что как хорошо, где не мусорят. Даже пока еще улицы не отремонтированы, уже чисто, уже хорошо. Глаз радуется. Взгляд отдыхает. Органы власти и средства массовой информации договорились действовать сообща. Алла Маковеева, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». 27 мая в Рио губернатора «Курганск» области Вадим Шумков работал в Чучанском районе. Какие объекты посетил глава региона и какие поручения были даны в этот день, расскажем далее. Свою рабочую поездку Вадим Шумков решил начать с визита в село Чумляк Чучанского района. Здесь он посетил площадку Чумлякского отделения группы компаний «Муза». В Зауралье группа компаний «Муза» имеет четыре производственные площадки. В городе Щучье, селах Каясан, Чумляк, Сухоборское. В сутки на предприятии перерабатывают 250 тонн зерна. Также у предприятия есть шесть зерносушильных комплексов и элеваторы общей емкостью с 143 тысячи тонн. Предприятие развивается очень хорошо, ведь наша задача – помогать. Вместе с руководителем обсудить, что на один из дисселенных пунктов, где данная компания работает, в районе области ведет асфальтовую дорогу. В этом году мы планируем, что порядка 11 километров мы отстроим для того, чтобы предприятие могло более стабильно посчитать логистику. Открытое акционерное общество «Муза» обрабатывает 58 тысяч гектар, посевные площади составляют 45 тысяч. Ежегодно собирают урожай около 140 тысяч тонн зерна, которые перерабатывают самостоятельно в шеничную ржаную муку. Руководители сельхозпредприятия рассказали о планах по строительству завода по производству жидких удобрений, показали готовый склад хранения продукции. Сельхозпредприятие обеспечивает занятость около 700 человек, а в прошлом году в развитие было инвестировано около 329 миллионов рублей. С главой региона обсудили перспективы по развитию свиноводства, расширению перечня производимых удобрений и экспорту продукции. Кроме того, эта же компания интересовала вопрос газификации населенных пунктов, где они работают. Мы тоже этим вопросом занимаемся. И с 1 июня начались работы по проведению газопровода, который соберет на себе пять населенных пунктов, в том числе и населенных пунктов, где двое компания работает. Потому что здесь двойная выгодность, если можно так выражаться. Население получает газ, компания получает плоскую часть из своих бизнеса. После визита к аграриям Вадим Шумков оценил условия, созданные для проведения спортивных сборов и соревнований в гостиничном комплексе Курганского училища Олимпийского резерва. Четырехэтажная гостиница построена по программе «Химразоружение». Она оснащена современным оборудованием и мебелью. Здесь подготовлены площадки, которые позволяют проводить соревнования по различным видам спорта, организовывать и проводить масштабные всероссийские акции. Ежегодно на базе комплекса работают оздоровительные лагеря «Лимп» и проходят крупные мероприятия. В 2018 году прошел окружной молодежный форум «Утро-2018». Глава региона поручил проработать варианты максимально эффективного использования объекта. Павел Баев, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В продолжение темы. В планах в Щучанском районе установить три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта. Эту информацию озвучил глава региона Вадим Шумков после посещения Щучанской ЦРБ в ходе своей рабочей поездки в район. Новенькие ФАПы появятся в селах Белоярская, Сухерборская и Чумляк, заявил Вадим Шумков. Кроме этого, в Щучанской ЦРБ планируется введение в работу поликлинического клиникодиагностического центра, где будет функционировать отделение профилактических осмотров. Также в планах расширение площадей для детского поликлинического отделения. Вадим Шумков отметил, что в учреждении здравоохранения останутся свободные площади, и поручил директору департамента здравоохранения Ларисе Кокуриной проанализировать возможности их более эффективного использования. Также глава региона посетил среднюю общеобразовательную школу номер 3, пообщался с юнормейцами отряда «Юные сердца», оценил созданные для ребят условия, посмотрел классы, мастерские, спортзалы, столовую. Павел Байф, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курганру». Уже по традиции, по окончании рабочей поездки в район, в Рио-губернатор встретился с населением, с представителями бизнеса и вручил главе района синюю папку. Подробности далее. В папке для главы Щучанского района Петра Чикишева обращение жителей, поступивших к главе региона, но касающихся местных полномочий. Основной вопрос жизнеобеспечения – это ремонт моста. Мы сегодня обсуждали, что внесем его в программу безопасно и комфортно на дороге на следующий год, потому что нужна правильная документация, ее экспертиза. А мост в нехорошем состоянии, постараемся, мы с вами быстро понимаем, отработать. Только что обсуждали с главой и заместителем губернатора этого класса. Второе – это газификация одного из населенных пунктов, то, что, я говорю, выше. Работка, я сказал, стартует летом этого года. Надеюсь, что газ в ближайшее время населенный пункт не зайдет. Тем более, там разводящие щитки уже практически готовы. И третий вопрос – это опашка населенных пунктов. В мае месяце поступило обращение, когда при пожаре жители задают законный вопрос. Мы с главой договорились, что эти вопросы будут решены. Также Вадим Шумков встретился и с населением. Он предложил им самим выбирать социальные объекты, которые введут в планы по обновлению на следующий год. Каждый год я предлагаю, как раз вот мы сегодня с населением общались, с главами общались, чтобы каждый год мы вместе с населением определяли там новые три социальных объекта, и чтобы они голосовали за эти объекты. Чтобы вместе вот так вот за годом, потому что посчитать три объекта в год, за пять лет можно поменять 15 объектов и обновить. Это уже очень хороший темп, и население будет видеть такие темпы. И самое главное – это будет, так сказать, встреча нехорошо. Глава региона озвучил ряд цифр. В частности, в этом году финансирование на строительство и ремонт дорог в Щучанском районе будет увеличено в два с половиной раза и составит около 31 миллиона рублей. Павел Баев, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Зауральские пожарные ликвидировали возгорание бензовоза на трассе Иртыш. В полседьмого вечера 27 мая в Центр управления кризисных ситуаций МЧС России по Курганской области поступило тревожное сообщение. На 278-м километре федеральной трассы Иртыш произошло ДТП с участием бензовоза, который перевозил дизельное топливо, и легкового автомобиля марки Ниссан. В результате происшествия бензовоз допустил опрокидывание с последующим возгоранием. Пострадавших и погибших нет. Работы проводились по повышенному рангу пожара. В ликвидации были задействованы 38 человек и 13 единиц техники. Проведена пенная атака. В Курганской области началась основная волна сдачи единого государственного экзамена. Накануне 11-ти классники сдали литературу и географию. Это предметы по выбору. 28 мая 9-й классы пишут русский язык. Подробности далее. Экзамен по литературе и географии прошел в штатном режиме. Всего в этом году выпускные экзамены сдают 13 тысяч зауральских старшеклассников. Из них около 9 тысяч – это 9-е классы и почти 4 тысячи 11-ти классники. Самый востребованный предмет – общество знания. Его выбрали более 2 тысяч старшеклассников. На втором месте – физика. Ее будут сдавать около 900 подростков. Для проведения единого государственного экзамена в регионе действует 49 пунктов. Все они оборудованы средствами видеонаблюдения. К единому экзамену школьников готовят педагоги и школьные психологи. Учат способом саморегуляции и дисциплине. Мало знать предмет. Нужно успеть выполнить задание за отведенное время. Самая распространенная и самая массовая ошибка – когда ребенок все написал на черновике, но не успел перенести в чистовик. К большому сожалению, черновики не проверяются комиссией. Поэтому на это тоже нужно обратить внимание. И каждый год мы об этом говорим, и все равно такие случаи бывают. Пронести шпаргалки не получится. В каждом кабинете установлено по две камеры видеонаблюдения. Школьники могут взять с собой ручки с черными чернилами, линейку и калькулятор. Еще им можно принести воду в бутылке. Но стоять она будет на отдельном столе. Были случаи, когда ребята проливали воду на экзаменационные материалы. 29 мая выпускники будут писать первый обязательный экзамен – математику. Анна Карпушина, Кристина Смирнова, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курганру». Детские площадки и автомобильные парковки. В Кургане полным ходом идет летняя кампания по ремонту дворовых территорий. За качеством благоустройства лично следит глава города Андрей Потапов. Дворовая территория многоквартирных домов номер 1А, 4 и 6 по улице Зеленая в поселке Северный. Здесь в рамках комфортной городской среды уже неделю ведутся ремонтные работы. Всего на благоустройство выделена субсидия на сумму 11,5 миллионов рублей. Порядка 250 тысяч – софинансирование местных жителей. Вы видите, расширены проезды для того, чтобы увеличить парковочные места. Дополнительно парковочное место, то, что выбрали горожане. Значит, будут установлены скамейки, урны за счет комфортной среды. То есть, работы ведет по устрой, работы будут выполнены в срок. Значит, с директором мы сейчас только что разговаривали. Никаких, так скажем, моментов, которые бы могли повлиять на несвоевременную сдачу объекта, нет. Кроме дорожных работ также идет и установка детской площадки. Появится игровой комплекс, двухместные качели, веранда с песочницей и карусель. Жители домов довольны ходом ремонта, даже не против того, что работы ведутся поздно вечером. Для них главное, чтобы жильцам от мала до велика во дворе было уютно и комфортно. Я очень рада, потому что тротуаров у нас не было, дорога была узкая, очень неудобно. Машины наставят, ни пройти, ни проехать. Вы знаете, вот заасфальтировали эту дорогу вчера дети и на самокатах, и на велосипедах. Потому что детям негде, у нас здесь нет ни парков, никаких спортивных площадок. А сейчас вот хотя бы нам будет футбольно. В рамках объезда по городу Андрей Потапов проконтролировал ход ремонтных работ и у дома номер 12 по улице Родионова. Здесь объемы меньше. На благоустройство выделено порядка 4 миллионов рублей. Работают по графику. Приступили здесь у нас в пятницу. То есть работают всего 4 дня или 4 день сегодня. И в настоящее время идут подготовительные так называемые работы – разборка старого асфальтобетонного покрытия. И начали, приступили к установке бортового камня. Для детской площадки установят детский игровой комплекс, песочницы. Поставят заборы, огородят детскую площадку. Стоит отметить, что проекты по благоустройству, которые сейчас реализуются в рамках летней кампании, разрабатывались жителями города. Они же участвуют в софинансировании. Всего в этом году запланировано благоустроить 25 дворовых территорий. Курганские единороссы подвели итоги предварительного голосования на выборах в Курганскую городскую думу. Сенсации не произошло. Победил опыт, соединенный с напором и энергией. Принять участие в праймере смог любой желающий. Список документов для регистрации был небольшой. Единственное условие – участник должен разделять идеи единой России. У нас зарегистрировалось 98 человек на город Курган. Добрались до 26 мая 1995. Трех кандидатов, один кандидат у нас ушел сам. Написал заявление, потому что девушка решила переехать. И два кандидата у нас были сняты, потому что они не участвовали в дебатах. Голосование велось на 30 избирательных участках. Поскольку некоторые были удалены от мест проживания курганцев, дозволялся подвоз избирателей по инициативе кандидатов. То, что на официальных выборах, категорически запрещено. На участки пришли 7% горожан. Для Кургана, я так скажу, честно говоря, это всегда очень мало, потому что разные причины, начиная с дачи. Предварительное голосование прошло спокойно. Нарушений, которые могли бы повлиять на объективность результатов, зафиксировано не было. Отметим, что в праймерис приняли участие 11 действующих депутатов городской думы. Пятеро заняли на своих округах первые места, четверо – вторые, по одному – третье и четвёртое место. Однако это не означает, что «Единая Россия» не станет выдвигать их на выборы. Любая партия будет выставлять на каждый округ от трёх до пяти кандидатов, не менее. У каждого кандидата в списке, он даже будет вторым или третьим, всегда есть шанс. Поэтому здесь задача нам – побеждать. Сейчас мы говорим только о предварительном голосовании, а сейчас задача будет у всех наших кандидатов – побеждать на выборах 8 сентября. И мы к этому подходим очень серьёзно и обстоятельно. Ирина Ростова, Николай Волков, Дмитрий Тихонов. Информационное агентство «Курган.ру». Далее в программе «День, к которому шли 11 лет». Последние звонки прозвенели в зауральских школах. А также вы узнаете, кто такие люди У. Встретимся после рекламы. Встретимся после рекламы. Новые приключения в игре «Сокровища старого парка» от журнала «Телесемь». Известная игра засверкает новыми яркими гранями. Пришло время собирать камни. Ищи в журнале «Телесемь» драгоценные сапфиры и изумруды и готовься к встрече с пиратами. 16 июня в Центральном парке культуры и отдыха состоится финал игры с поисками сокровищ. Подробности в журнале «Телесемь». Продается участок в поселке Чинеево. 30 соток земли, два жилых дома. Роскошная мангальная зона. Система видеонаблюдения. Бассейн. Огород с теплицей. Рядом с озером. Телефон 8-922-565-3232. 28 мая российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник в 101 раз. Именно столько лет пограничным войскам. Протяженность государственной границы России превышает 60 тысяч километров. Из них порядка 600 проходят по Курганской области. Срочную службу на границе проходили более 30 тысяч наших земляков. Примерно 11 тысяч из них сейчас состоят в запасе и готовы в любой миг вновь встать в строй. Пограничники в этот день принимают поздравления от представителей власти, коллег, семьи, друзей и близких. Торжественные мероприятия прошли у кинотеатра России. В нем приняли участие ветераны пограничных войск, учащиеся и выпускники Курганского пограничного института ФСБ России. В этом году последний звонок прозвенел для 5000 выпускников Курганских школ. На праздники белых бантов побывала и наша корреспондент Анастасия Леонова. По всей России до 23 и 25 мая прозвенели последние звонки. Исключением стала и 47-я гимназия города Кургана. В этом году из ее стен выпускается 128 человек. Каждый год гимназия выпускает свободное плавание более сотни выпускников. Можно сказать, что сегодня один из самых ярких дней вообще в школьной жизни. Потому что и у учителей, и у родителей, и у детей, и у выпускников по одной простой причине, что это очень долгожданный день. День, когда ставится точка школьных уроков. Дети этого ждут, родители этого ждут. Но, безусловно, кажется, что закончилась трудная пора, а впереди радостное открытие. Наступил день, которому ребята шли 11 лет. Он переполнен чувствами радости и грусти одновременно. Как-то трепетно, неожиданно, что последний звонок. Немножечко боязно, наверное. Не знаю. Неожиданно, что так прилетели года. Отучились 11 лет. Ну и вот, как говорится. Все сдружились с новым коллективом. Но очень рады, что заканчиваем. Неохота прощаться, конечно. Мои страшные еще экзамены сдавать. Ну, как я и сказал, уже мы подружились. Ну, неохота, конечно, расставаться с коллективом. Вы знаете, вот, наверное, те, кто учились в нашей школе, у нас правда, у нас братство. Наша школа – это братство. Где бы ты ни был, если ты узнаешь, что выпускник 47-й, это уже буквально твой родной человек. И это, наверное, потому что мы все неравнодушны. Вечной дружбой связаны школьные товарищи и учителя. Этот девиз проносят сквозь годы выпускники гимназии 47. Остался последний экзамен в стенах школы. В Курганской области в этом году ЕГЭ будут сдавать 1611-классников. Анастасия Леонова, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Права и обязанности есть не только у взрослых. Об этом дети узнали в рамках социально-просветительского проекта «Уроки с прокурором». 28 мая в библиотеке имени Маяковского прошла итоговая правовая конференция. Подробности у нашего корреспондента. На протяжении трёх лет в Курганской области реализуется социально-просветительский проект «Уроки с прокурором». В этом году в нём приняло участие 27 гимназий, лицеев и школ. Проект охватил более 600 ребят из средних и старших классов. Ребята в рамках обучающихся программ, которые мы проводим совместно с Главным управлением образования, не только слушают лекции, участвуют в семинарах, иных каких-то учебных мероприятиях, но и мы проводим различные подвижные мероприятия, викторины, соревнования. Участвуют ребята также в помощи инвалидам, ветеранам войны, социально незащищённых с вами населения и во многих, но и других мероприятиях. Мероприятие проводится в преддверии Дня защиты детей и в честь окончания учебного года. Ученики представляют свои доклады на важные для общества темы. Это противоборство коррупции, знание прав и обязанностей, ответственности детей, а также экологическое здоровье планеты. Мы рады этому проекту, потому что в нашей жизни необходимо знать свои права и обязанности. За эти годы тесного сотрудничества мы узнаём законодательство Российской Федерации. Наши уроки реализуются не только в форме беседы, но и в форме спортивных занятий и так далее. Идея проекта заключается в том, чтобы каждый подросток мог осознать свою значимость для общества и понять, каким последствиям могут привести его действия. Наиболее актуальная на сегодня тема – как обезопасить себя от виртуального негативного воздействия в интернете. Считаю, что те работники прокуратуры, которые вели уроки, которые привели детям интерес к знанию законов, к пониманию их, это, наверное, очень хороший пример взаимодействия между контрольно-надзорными органами и учреждениями образования. Анастасия Леонова, Александр Киселёв, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. «Люди У» – арт-шкаф с белочкой и рисунки на асфальте. В преддверии молодёжного форума «Утро» курганские активисты решили познакомить горожан с фирменным стилем форума. «Утро» – близко. Активная молодёжь уже взялась за дело. Одновременно по всему Уральскому федеральному округу прошла единая акция. В городах появились стрит-арт-объекты с символикой форума. «Курган» не стал исключением. Ребятам не помешала даже плохая погода. Такие они – «Люди У». «В преддверии форума «Утро» Тюменская область придумала создать сообщество людей «У». То есть в каждой области, которая принимает участие в форуме «Утро», те ребята, которые собираются на форум «Утро», наполняют это сообщество и делают добрые дела, делают какие-то творческие свои инициативы, проявляют порывы. И тем самым показывают, насколько они готовы ехать на форум «Утро», насколько они достойны ехать на форум «Утро», что они – самая лучшая творческая молодёжь». Новый арт-шкаф станет символом открытых дверей на форум молодёжи. На нём изображена «Белочка-умелочка». Такая же творческая, инициативная и готовая помогать, как и наши участники, с гордостью говорят организаторы. Напомним, форум «Утро» стартует 20 июня. В рамках его участников ожидают 12 образовательных площадок, встречи с экспертами, полезные мастер-классы, тренинги, яркая культурная программа и много новых знакомств. В этом году форум посетит порядка ста курганцев. «Мы едем на форум «Утро»!» Анна Карпушина, Тимур Нут Сулханов, Александр Киселёв, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Несколько десятков весёлых мордашек уже участвуют в конкурсе от нашего информационного агентства «Тайная жизнь домашних питомцев» на сайте «Курган.ру». Если кто-то ещё не успел поделиться фотографией, пора поторопиться. Подробности расскажем в сюжете. Конкурс «Тайная жизнь домашних питомцев» стартовал на сайте «Курган.ру» в апреле. Сегодня соревнование близится к завершению, и милые трогательные щеночки, котята, кролики и другие участники ждут заветных лайков. А у тех владельцев, друзей наших меньших, кто не успел зарегистрироваться, ещё есть неделя. 1 июня приём заявок будет приостановлен. По итогам конкурса, чья фотография наберёт наибольшее количество очков и станет победителем. Но не стоит расстраиваться, у нас много призов и несколько номинаций. Так что у каждого есть шанс. Один из партнёров конкурса, сеть магазинов «Светофор», выберет своего победителя. Большой выбор по низким ценам. Качество, за которое не нужно переплачивать. Всё это про магазин «Светофор». Ассортимент продуктов питания вас поразит. Крупы, овощи, фрукты, мясо, рыба, колбасы, сыры и консервы. Есть детское питание, молочная продукция и сладости. Помимо продовольственных товаров, каждая хозяйка найдёт и бытовую химию. Всё это многообразие точно не ударит по кошельку. Всё потому, что цены ниже на 20% среднерыночных. В ассортименте товары, при покупке которых не нужно переплачивать за бренд. Здесь нет броских вывесок и рекламных буклетов. Стоимость которых, как правило, закладывается в розничную цену для покупателя. Только качественные товары и низкие цены. Это все новости. Впереди вас ждёт прогноз погоды. В студии был Павел Баев. До свидания. Здесь солнце и море дарят счастье и вдохновение. Опьянящий ветер свободы окрыляет. Здесь тебя ждут удивительные истории и неожиданные открытия. Здесь великое прошлое и героическое настоящее. Живут в каждом камне, в каждом имени, в каждом дыхании легендарного города. Севастополь ждёт. Стань частью легенды. В 2019 году во всех муниципальных образованиях Зауралья стартует партийный проект «Единая карта Забота». Его цель – поддержка граждан, которые нуждаются в помощи. Планируется выдача более 100 тысяч социальных дисконтных карт, дающих скидку на товары и услуги. Это проект, который будет работать на благо зауральцев. Социальный проект «Единая карта Забота». Мы вместе. Фильм, снятый по книге Курганца. Вчера твой отец меня очень удивил. Режиссёром Курганцем. Я что-то не могу понять технику исполнения. Ну, получи товар. Ну ты где дала? Участник фестиваля «Кинотавы» – программы российского кино Московского международного кинофестиваля, гран-при Международного карельского фестиваля. А вы никогда не думали, что талант Сиберова достоин больше? Эксклюзивные показы в Кургане в кинотеатре «Клумба-синема» в ТРЦ «Стрекоза». Ждём вас с 16 мая. Будет смешно! Здравствуйте! С прогнозом «Синоптика» вас знакомит Сюзанна Искаян. В среду синоптическая стация в Зауралье обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, в тыловую часть которого будут поступать разрозненные массивы дождевых облаков и порции более холодного воздуха арктического происхождения. В Екатеринбурге и Тюмени плюс 19, плюс 21, в Челябинске плюс 21, плюс 23, без существенных осадков. В Кургане облачно с прояснениями, кратковременный ливень, возможно, гроза. Ветер юго-западный, северо-западный 4,9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 13, плюс 15. Днем в Кургане переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба. 29 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok